Это Вести Утро. Карачаево, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснением. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью и утром порывы до 14 метров. В горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, плюс 1. В горах местами до минус 9. Днем плюс 5-10. В горах местами минус 1, плюс 4. В Черкесии облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью и утром порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1. Днем до плюс 10 градусов тепла. Как проехать из Москвы во Владивосток на электричках? В Центре молодежного инновационного творчества при поддержке Министерства туризма Карачаева-Черкесии состоялся киновечер с трансляцией фильма «Нескорый поезд». О чем фильм и какие впечатления он оставил зрителям, расскажет Дарья Тендит. Документальный фильм рассказывает об истории троих друзей, которые решили отправиться из столицы на Дальний Восток. Передвигались путешественники на электричках, делая остановки в городах по пути. Главная цель героев – увидеть океан и красоты необъятной родины. Найти ответы на вопросы о счастье и смысле жизни. Фильм затрагивает нашу обширную страну, колорит нашей страны, города нашей страны. И поэтому мне эта тема была очень интересна и актуальна. То, как они побывали в разных городах, познакомились с новыми людьми, это заставляет задуматься о том, как в нынешнее время важно живое общение. Во время путешествия герои встречали попутчиков, каждый из которых имел свои истории и тайны. Вместе они переживали радость, горе, находя поддержку друг в друге. Фильм «Нескорый пояс» не только об открытии новых мест, но и самопознании. На протяжении всех дней друзья задавались глубокими вопросами о своей жизни и поняли, что истинное счастье находится в простых, но искренних моментах. Это шикарный опыт для духовного развития, для того, чтобы узнать новые места и новых людей. Очень атмосферный. Музыка подобрана просто шикарно под моменты, под отрезки фильма. Актерский состав очень завораживает. Просмотр фильма был организован в целях популяризации путешествий по России и поддержания инициативы Росмолодежи и сообщества «Больше, чем путешествия». Мероприятие организовано Министерством туризма и курортов Карачаева-Черкесии. Этот фильм хорошо раскрывает данную тематику. Оно в целом о путешествиях по России на поезде. И вот эту всю атмосферу путешествия они смогли передать. И вот фильм прям понравился. В этом фильме хорошо передаются житейские проблемы и вопросы, которые они раскрывают и находят ответы на них. И параллельно это всё поправлено такими путешествиями на поезде. И это всё очень красивый и качественный фильм получился. Просмотр фильма подарил зрителю незабываемые эмоции и заставил задуматься об истинных ценностях жизни. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире.